Перспективы восстановления совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с каждым днем становятся все призрачнее. Ежедневно поступающие на ленты информационных агентств противоречивая информация по ядерной сделке продолжают вводить в ступор многих политологов и аналитиков. На протяжении полутора лет, что идут переговоры в Вене, неоднократно как в Вашингтоне и Брюсселе, так и в Тегеране уверяли о достижении существенного прогресса в деле восстановления СВПД. Однако спустя некоторое время возникали новые препятствия, которые не давали возможности довести дело до конца. Так, еще в феврале этого года представитель Госдепа США заявил о том, что стороны придут к соглашению в ближайшие дни. Ровно те же слова от американских и европейских дипломатов звучали впоследствии в марте, в мае, июне, июле и августе, однако на дворе уже сентябрь и по сей день соглашения так и не достигнуты. Здравствуйте, я Фархад Ибрагимов, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» со специальным комментарием для российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». В этом выпуске мы подробно разберем ситуацию, чтобы хотя бы попытаться понять суть происходящего. Изначально Тегеран ставил перед Вашингтоном два основополагающих условия, подразумевающих восстановление ядерной сделки в полной мере. Первое. Исключение корпуса стражей исламской революции КСИР и списка террористических организаций США. Я напомню, в 2019 году администрация Трампа пошла на этот шаг, поскольку считала корпус виновным в терактах против американских военных. Вторым и наиважнейшим условием иранцев являлось предоставление от американской стороны письменных гарантий, подразумевающих не выход из СВПД в случае, если не будет на это объективных причин. Иными словами, Тегеран, равно как и остальные участники договора в лице России, Китая и даже европейцев, требовали от американской стороны не допустить повтора событий мая 2018 года, когда все та же администрация Трампа демонстративно и безапелляционно вышла из договора, не предоставив каких-либо догаданий о нарушении иранской стороной условий ядерной сделки. Впоследствии иран, заранее предупредив все стороны договора, начал постепенно выходить из договора, полагая, что США изменят тактику и снимут ту часть санкций, которые изначально были прописаны в соглашениях летом 2015 года. Главным катализатором демонстративного выхода США из СВПД являлась неприкрытая симпатия президента США Дональда Трампа и его администрации к Израилю. Так известно, в Израиле были категорически против заключения какого-либо соглашения с Исламской Республикой и снятия с нее санкций, полагая, что это только подтолкнет Иран к скорейшему получению ядерного оружия. Ровно такой же подвизиции придерживался Трамп и главные антагонисты Ирана в его окружении, советник по нацбезопасности Джон Боутон и госсекретарь Майк Помпел. После того, как по итогам президентских выборов США победу одержал ныне действующий президент джемократ Джозеф Байден, в Иране, равно как и в европейских столицах, были уверены в скором разрешении вопроса. К тому же на тот момент во главе президентской власти в Иране находилась партия реформаторов во главе с Хасадом Роухани, которые, как правило, выступают за диалог и конструктивные отношения с Западом. Президентские выборы в самой Исламской Республике состоялись в июне 2021 года. Позиции правящих реформаторов в Иране были крайне шаткими, что означало вероятную победу консервативных сил, которые традиционно выступают против какой-либо кооперации с Вашингтоном. Таким образом, реформаторы надеялись, что сумеют в кратчайшие сроки вернуть США в ядерную сделку, тем самым укрепив свои внутриполитические позиции, а также наладить ситуацию в экономике, которая на тот момент особенно демонстрировала не самый оптимистичный показатель. После старта переговора в Вене с участием российских, китайских и европейских дипломатов появился шанс, что администрация Байдена в течение двух или трех месяцев отменит указы Трампа по повторному введению санкций против Ирана и вернется в СВПД. Американские дипломаты, к слову, несмотря на то, что не присутствовали напрямую в переговорном процессе, тем не менее были осведомлены о ходе диалога с Тегераном. Однако, как известно, консенсус так и не был достигнут. Дело в том, что и в окружении Байдена усилилась так называемая антииранская лобби, которая наставила на возвращение США в ядерную сделку, но без снятия санкций с Ирана, что, разумеется, не вписывалось в логику договора. После ожидаемой победы консерваторов в Иране и прихода к президентской власти в стране Еврагима Рейси, на недействующего президента страны, переговорный процесс не остановился. Напротив, он набрал обороты, однако прошедшие шестой, седьмой и восьмой раунд переговоров успехом не увенчались. Иранская сторона решила проявить гибкость, к слову, не присущую консерваторам и отказалась от первого условия, исключения КСИР и списка террористических организаций США. В Иране посчитали это условие как затягивающий переговорный процесс и оттягивающий возвращение США в сделку. Учитывая весь бюрократизм американской системы, на исключение из списка может уйти много времени, а в Тегеране стремятся к скорейшему заключению соглашения. В конечном итоге Иран согласился с обновленным текстом соглашения, суть которого сводится в отказе Исламской Республики от обогащения урана и развития ядерной программы, способность дать стране ядерное оружие в ближайшее время. Взамен на одно условие – снятие всех санкций с Ирана и предоставлении вышеуказанных письменных гарантий. Несмотря на то, что переговоры в Вене не принесли результатов, впоследствии как в Вашингтоне, так и в Тегеране уверяли, что близки к соглашению. Каждая из сторон вносила свои поправки в обновленный текст договора, который подразумевал возвращение как США, так и Ирана в СВПД на равных правах. В конце августа телеканалы CNN и Al Jazeera, ссылаясь на свои источники в госдепе США, распространили информацию о том, что соглашение будет подписано в самое ближайшее время. Сообщалось, что США согласились дать письменные гарантии Ирану о невыходе из СВПД в будущем. Вдобавок, прописали в пункт соглашения о выплате штрафа в случае, если американская сторона нарушит условия договора. В свою очередь, советник иранской переговорной группы по СВПД Мохаммад Маранди заявил, что Тегеран не требует от американцев исключения КСИР и списка террористических организаций. Объясняя это тем, что Исламская республика в принципе на этом и не настаивала изначально. Таким образом, иранцы продемонстрировали желание пойти на компромисс и договориться на взаимовыгодных условиях. Президент Исламской республики Ибрагим Раиси исходит из того, что заключив новое соглашение по СВПД и вернув тем самым американцев в договор, Иран будет освобожден из-под санкций. А это, безусловно, повлияет на уровень жизни десятков миллионов человек, которые были бы не против существенного облегчения ситуации в стране. К тому же Иран, наконец, сможет безбарьерно, что называется, сотрудничать с Китаем и Индией, впустить на свои рынки европейских партнеров, которые давно усмотрели свой взор на Исламскую республику. По подсчетам экспертов, товарооборот между Ираном и Евросоюзом в первый год после снятия санкций может вырасти вдвое, а при более благоприятных условиях мировой экономики и втрое. Наладится кооперация с Индией, Южной Кореей и Турцией, традиционными и парттерами иранской нефти. Все эти факторы в совокупности повлияют на спозиции как самого президента России, так и его консервативного окружения, которое на долгое время может остаться во главе президентской и парламентской власти. Однако, несмотря на весь оптимизм европейской стороны, заверяющий, что сделка будет заключена в ближайшее время, появившиеся на днях сообщения оптимизма по этому вопросу все же не вселяют. На минувшей неделе официальный представитель Госдепа Виданк Патель в беседе с журналистами назвал ответ Ирана неконструктивным. Дипломат подтвердил, что США получили ответ Ирана по поводу возобновления совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Но он американскую сторону не устроил. Издание Политико также привело заявление неназванного высокопоставленного американского чиновника, который отметил, что исходя из ответа Тегерана, цитата, похоже, что мы движемся назад. Какие-либо подробности он приводить категорически отказался. Неназванный европейский дипломат к тому же изданию Политико также заявил, что ответ Ирана выглядит негативным и неразумным. Пожалуй, израильский фактор может являться главной причиной торможения заключения соглашения. Казалось бы, обновленный текст договора был принят с большим энтузиазмом в Тегеране и Вашингтоне, горячо поддержан европейскими дипломатами, одобрен в Москве и Пекине. Однако никакая форма соглашения не может устраивать страну, которая и не является участником совместного всеобъемлющего плана действий, но может оказать влияние на США и быть категорически против каких-либо соглашений с Ираном. Речь, безусловно, о вышепомянутом нами Израиле. Премьер страны Ейр Лапид не скрывает, что является главным антагонистом Исламской Республики. В этом вопросе его позиция особо не отличается от взглядов его предшественника Беньямина Нетаньяху, который также в свое время выступал категорически против какого-либо соглашения Запада, России и Китая с Ираном. Но это политические позиции Ейр Лапид крайне неустойчивы. Министр обороны Бенни Ганс критикует своего премьера за мягкотелость и требует более жестких решений. Иранская ядерная сделка для премьера Израиля является шансом выстрелить сразу в двух зайцев. Во-первых, в случае развала СВПД, держащийся и так на плаву отношений Ирана с Европой, на долгие годы будут прерваны, не говоря уже о США. Во-вторых, экономика Ирана продолжит находиться в стагнации, а значит о благополучии населения страны говорить не придется как минимум в краткосрочной перспективе. И в-третьих, Лапид укрепит свои позиции и эффективно сыграет на настроениях своего населения. Таким образом, Израиль продолжит убеждать Запад не идти на подписание соглашения с Исламской Республикой. Так, посол Израиля в Великобритании Ципи Хото Вейли, ни много ни мало, назвала соглашение о возрождении СВПД опасным и попросила британское правительство не принимать это соглашение. В своей статье, опубликованной в издании «Телеграф», дипломат написала следующее цитата «Был бы безрассудно доверять режиму, который все еще лжет о своих ядерных амбициях». В то же самое время, накануне, высокопоставленный источник в госдепе США сообщил, что в администрации президента Джозефа Байдена недавно была определена окончательная позиция по ядерной сделке с Ираном. Источник телеканала «Аль-Арабия» заявил, что было решено о заключении соглашения, которое является оптимальным вариантом для Вашингтона, отметив, что Вашингтон считает лучшим сценарием установления СВПД. Неназванный чиновник Госдепа добавил о сотрудничестве с Ираном для выявления и исследования следов урана на ядерных объектах страны. С учетом того, что ежедневно поступает самая разная, как правило, абсолютно противоречивая информация, в таких условиях стараются лишь ждать открытого официального заявления каждой из сторон. Говорят, времена меняются, ситуация, соответственно, также может измениться. В случае с иранской ядерной сделкой время может меняться по несколько раз за день. Исходя из заявлений каждой из сторон, нет все же четкого убеждения, что ядерная сделка возобновится в том виде, на который Иран изначально рассчитывал. По итогам подписания договора станет понятно, кто из сторон решил больше уступить. С вами был Фархат Ибрагимов, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» со специальным комментарием для российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Телеграм-канал Ибрагимов «Вестник Кавказа» на YouTube.